Всем бонжорно, дорогие друзья! Меня зовут Юркелла Хант и сегодня я решил немножко с вами пообщаться. Сегодня я расскажу вам о изменениях, которые грядут на моем канале и что произошло вообще за это время на моем канале. Хотел поблагодарить тех, кто со мной с самого начала и тех, кто собирается быть со мной до самого конца, как говорится. Спасибо вам большое в первую очередь. Хочу поблагодарить вас за то, что поддерживаете меня, за то, что оставляете журавлики, за то, что пишете комментарии, за то, что просто смотрите меня. Да и мне это очень приятно на самом деле. Я согласен, мой канал может быть пока что не очень активно развивается, но все еще впереди. Итак, что могу я вам рассказать? Что изменилось за это время с первого моего видео? Во-первых, снимал я сам себя поначалу на телефон, теперь я снимаю на веб-камеру. Может быть веб-камера, конечно, не самая лучшая, но не может быть, она не самая лучшая, конечно, но все еще впереди. Это все будет со временем покупаться, настраиваться и улучшаться. Дальше. Самое главное, что сейчас изменилось и что у нас грядет впереди? Большие перемены. Итак, начнем. Я приобрел себе процессор Intel Core i7-7700K, так что у нас будут теперь более крутые и новые игрушки. Надеюсь, что самые новые игры я буду снимать. То есть у нас не будет проседать FPS, как это было раньше, пусть даже не в очень новых играх. Это будет все круто смотреться, замечательно. Дальше идем. SSD-диск на 240 гигабайт. Две планки оперативной памяти DDR4 по 8 гигабайт каждой, итого 16. Естественно, кулер. Кулер, да. Это просто кулер, без комментариев. Переходим дальше. Материнская плата. Материнская плата, которую я приобрел, это Gigabyte Gaming Z270 Gaming K3. Самое главное, самое главное изменение, которое у нас, это вот оно что. Видеокарта. Видеокарта NVIDIA Palit GeForce GTX 1070. Мощный, довольно-таки относительно, конечно, кому как, блок питания на 750 Вт. Я думаю, вполне хватит. Ну, уже жесткие диски и монитор я не стану вам показывать. В принципе, что там, ничего особенного. В любом случае, теперь компьютер будет позволять намного больше возможностей нам с вами, мне играть, снимать для вас видео. Все это будет быстрее рендериться или рендериться, я даже не знаю, как правильно так говорить. Но, во всяком случае, это будет более качественный рендер. Буду работать над улучшением изображения с веб-камеры. Да, потому что оно у меня не очень. Я знаю это, знаю, да, 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 знаю. Ну, все будет впереди. И, конечно же, все это самое дело у нас будет включаться. Ух ты, блин! Вот в такую вот фигню. Господи, какая тяжелая. Это у нас источник бесперебойного питания, друзья мои. То есть, на случай, если вдруг пропадет электричество, миганет свет, ударит волне или что-нибудь в этом духе, компьютер будет продолжать работать. То есть, все это у нас с вами сохранится. Все это у нас с вами останется. И спокойно выключится. И затем продолжится работа, когда появится электричество. Ну, в общем, вот похвастался, да, немножко. Я вот такая конфигурация моего компьютера. Те, кто интересовались, спрашивали у меня, на чем я снимаю. Теперь я буду снимать на этом. Да, на чем я снимал до этого. И на чем даже сейчас, в данный момент, я еще пока не собрал компьютер, на чем я снимаю, пускай даже это видео. Короче, ноутбук Lenovo 110 Ideapad. 15 ACL, да. Кто следит за развитием моего канала, тот должен знать, что есть у меня такой видосик, как собрать и разобрать этот самый вышеупомянутый ноутбук. В общем, на нем я и снимал. Конечно, он не самый мощный, но немножко я его модернизировал. Там 8 гигабайт оперативной памяти, DDR3. И опять-таки, SSD диск на 240 гигабайт, который я как раз-таки оттуда и достал. Собственно говоря, немножко решил сэкономить денежку, потому что все-таки 100 баксов стоит вот такой. Может быть, не самый крутой, не самый дорогой, но все же извините. В общем, короче, дорого или дешево, я не знаю. Но, в принципе, и бабла нормально я отвалил за все эти комплектующие. Я думаю, что оно стоит того. Ну, а мы с вами будем развиваться. В общем, за это время изменилось многое. Улучшилось качество звука микрофона, потому что раньше он дико орал и был перегружен. И я почему-то не обращал на это внимания. Спасибо некоторым моим подписчикам, которые сделали на это акцент. И теперь микрофон работает более нормально. Кстати, в будущем планируется купить более профессиональный микрофон, который будет работать более стабильно, скажем так. Он будет, независимо от того, говорю я тихо, или говорю я громко, или я дальше, или ближе, он будет ровненько, плавненько записывать мой голос. Да. Вот такие вот будут планы. Какие еще будут планы? Будет со временем, конечно, более мощная веб-камера, которая будет снимать в намного лучшем качестве, потому что сейчас у меня кажется, что просто HD 720p будет 1080p, а может быть даже и 4K. Кто знает, кто знает. По поводу стримов. Перейдем. По поводу стримов. Стримы будут обязательно, друзья мои. Будет открываться канал на Твиче, ретранслироваться все это дело на YouTube. Обязательно будет. Так что следите за развитием. Будем стримить поначалу, наверное, новые игрушки, которые только выходят. Затем, когда наберем, когда нас с вами станет больше, мы наберем все это дело, у нас будет много юркилов, хантов, скажем так. Тогда будем снимать уже то, что, скажем так, еще более интересно. То есть не только самые последние фишки, но и по вашим, конечно, пожеланиям. Кстати, пишите в комментариях, что хотели бы увидеть в стримах, что хотели бы увидеть в роликах. Пишите. Кстати, да, такой вопрос. Многие из вас, наверное, заметили, что ролики стали выходить не каждый день. Они выходили два раза в день. По 20-30-40 минут ролики. Теперь они выходят два раза в неделю. Ну, по 2-3 часа. Меня интересует ваше мнение. Ответьте мне. Как лучше продолжать снимать в таком же темпе по 2-3 ролика в неделю. Скажем, 2-3 часа. Ну, пусть полтора час один ролик. Либо же снимать каждый день по одному-два ролика. Выкладывать в смысле. Снимать это дело другое. Выкладывать по 2-3 ролика... Господи, нет. По 2 ролика в день, но по полчаса в среднем. Как лучше? Пишите. Очень важно для меня ваше мнение. Как лучше? Как лучше для вас? Как лучше для меня? Вот. Дальше идем. Значит, о ретро-играх. Поговорим о ретро-играх. А, точнее говоря, Sega, Dendy, Sega Dream Custom и так далее. Аркадные автоматы. Все это будет, конечно же, сниматься. Не думайте, что я на это забил болт. Просто сейчас был, на самом деле, голова кругом. С Нового года вообще просто Жесть какая-то пошла. Очень много дел. Очень много дел было. Помимо работы в Ютубе, да, очень много. Поэтому было немного не до Sega, скажем так. Да и, честно говоря, Joystick сломался. Ну, это не важно. Это ерунда. В общем, Sega-овские игры обязательно будут. И обязательно будут кооперативные прохождения. И будут и одиночные прохождения. Но, честно говоря, в кооперативе, если кто интересуется, да, с Joy'ем мы проходим некоторые игры, играем, скажем так, вдвоем, не все так просто. Одно дело просто сыграть, другое дело именно на запись ролика либо там стрима, да, это совсем другое. Это намного сложнее. Это нужно договариваться, это нужно встретиться, это нужно, чтобы оба как минимум на одном уровне играли в игру, понимаете? Потому что, когда один другого тянет назад, ну, не до херня полная. Я думаю, вы понимаете, о чем кто смотрел, как мы проходили Golden X3 и как мы проходили Чип и Дейл второй на Денди. То есть, все вопросы, по-моему, здесь очевидны. Ну, в любом случае, аркадные автоматы, игры с аркадных автоматов будем по-любому проходить вдвоем. Те, которые можно пройти, скажем так, не умерев. Ну, просто ради развлекухи. В общем, стримы будут, будут стримы на ретро-игры тоже, потому что есть сеговские игры, есть ремейки сеговских игр Денди, игр, которые довольно продолжительные, и поэтому стримы будут именно такие вот там, по два, три часа, по четыре, а может быть, даже и больше. Ну, все зависит от моей подготовки. Я пока что еще не привык к такому, пока три часа максимум выдерживаю, но все же буду стараться, буду стараться. Так, дальше перейдем. По компьютерным играм. Те, кто спрашивал, буду ли я проходить GTA 3, буду ли я проходить Metro Redux 2033 и прочие-прочие подобные игры, начиная от 2002 года там до 2015, пускай, да, не самые новые игры, скажем так. Все это, конечно же, будет, но все это будет комбинироваться вместе с новыми играми, но тем не менее нужно заинтересовать, вы же понимаете, что разные круги есть. Есть люди, которые увлекаются ретро-играми, допустим, ну, именно Sega, Dendy, да, это какой-то определенный круг лиц. Есть люди, которые увлекаются, там, допустим, GTA San Andreas, там, Mark Ecos, Getting Up Contents Under Pressure и прочие вот такие вот NFS Most Wanted 2005-го, то есть ретро-игры, но компьютерные, не настолько ретро, как Sega. И есть, ребята, определенная группа лиц, которые конкретно чисто по новым игрушкам. Так вот, я хочу, чтобы у меня были все вот эти три, три группы. Каждому по его интересу, по его вкусу, так сказать, игры, прохождения и ролики. Конечно же, будут хорроры, хорроры, да, давно не снимались, будут хорроры, будут закончены игры, ну, возможно, все игры, которые я начал и не закончил, ну, возможно, что я их закончу. Это будет, это будет, друзья мои, поэтому, ну, в принципе, что еще можно сказать? Ну, наверное, в принципе, и все. Вот такой вот небольшой подкастик. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте, все эти ссылочки есть в описании. Можете задавать, писать свои вопросы, либо мне в личку, либо в группу, либо в комментариях. Буду отвечать, буду снимать подобные ролики. Ну, в принципе, а на этом все. Меня зовут Юр Келла Хант. Аста маняна! Субтитры сделал DimaTorzok